МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова и Хамниг Матулин. Сегодня в выпуске. Перископ в Калужском морском собрании презентовали журнал, посвященный двум юбилеям города Обнинска и Обнинского учебного центра ВМФ. Первые шаги в науку. Сотрудники ФИИ провели урок для младших школьников. Пляж на берегу Страдаловки. Почему балабановцы не боятся купаться в загрязненной реке? 28 июня состоялось завершающее перед летними каникулами заседания Обнинского городского собрания. Какие вопросы обсуждали и решали депутаты, расскажет Анастасия Вичкаева. В бюджет города Обнинска очередной раз были внесены изменения. Увеличились расходы на такие городские нужды, как благоустройство сквера на треугольной площади, обустройство детской площадки, ремонт дорог, тротуаров, внутриквартальных и внутридоворовых проездов, дома офицеров, приобретение оборудования для ритуальных услуг, реконструкция отчистных сооружений, уличного освещения до оборудования ряда детских садов. Таким образом, расходы бюджета города на 2016 год составят 3,594,6 миллиона рублей. Дефицит бюджета города увеличивается на 30,772,000 рублей. На эту же сумму увеличиваются источники финансирования дефицита бюджета, кредиты коммерческих банков. На заседание городского собрания было принято решение ввести ограничения по застройке в районе улиц Блохинцево и Пирогово. Также предлагается в этой зоне ограниченную функциональность застройка этажностью не выше 9 этажей. Также в разрешенные использования войдут многоквартирные дома, объекты социально-культурного назначения, благоустройство, инженерные коммуникации. Это делается для того, чтобы сохранить облик старого города. Введены ограничения по застройке и на территории, прилегающие к НПО-технологии. В связи с дальнейшим развитием ТОСов и активным участием в них деятельности жителей было предложено расширить круг лиц, которые могут получать поощрение. Проанализировав ситуацию и увидев, что все-таки ТОСы в городе Обниске активно живут жизнью города, они участвуют в благоустройстве, в субботниках, они участвовали в этом году в озеленении, они проводят мероприятия в своих дворах. Депутаты единогласно приняли решение о том, чтобы поощрять активистов территориального самоуправления почетной грамотой или благодатственным письмом главы администрации города, либо билетами на культурно-массовые мероприятия. В связи с тенденцией к снижению доходной части бюджета Обниске в 2016 году возникла необходимость зафиксировать размер суммы компенсации расходов по оплате процентной ставки и по кредиту приобретения жилья и участков по строительству домов на уровне прошлых лет. «Если же мы будем продолжать выплачивать, как вот сегодня она приравнена к ключевой ставке рефинансирования, что составляет уже на сегодняшний день 11% годовых, в данном случае эта программа потребует значительных дополнительных финансовых вложений». Снижение ставки до 8,25% годовых необходимо для проведения шестой заявочной кампании. Так как и интерес учителей, врачей и многодетных семей к подпрограмме не угасает. В этом году специальная комиссия при городском собрании после тщательного анализа документов приняла решение поощрить 24 человека премии, предназначенной для одаренных детей в области образования и спорта. В ходе заседания состоялась дискуссия по поводу необходимости денежного поощрения и детей, проявивших способности в области культуры. «Я думаю, что вот эта дискуссия была полезна для того, чтобы посмотреть и посмотреть критерии для талантливых детей в области культуры, но и посмотреть вот тот вопрос о проявлении активности, участия наших детей на различных уровнях, выходящих за уровень города и области». По окончании заседания была раскрыта главная интрига, объявленные имена обнинцев, которым было присвоено звание почетный гражданин города. «Гражданин города Обнинска присвоено Бондаренко Игорь Ильич посмертно, Кулешов Николай Павлович посмертно». 28 июня в Обнинске состоялась презентация очередного 12-го по счету выпуска журнала «Перескоп». Издание выходит в свет с 2000 года, а редакцию ежегодника возглавляет председатель Калужского морского собрания Олег Фалеев. С содержанием выпуска на презентации ознакомились члены редакции и гости – представители Калуги, Боровска, Малая Рославца и Обнинска. Свежий номер журнала «Обнинские подводники» посвятили двум круглым датам – 60-летию Обнинска и 60-летию основания учебного центра ВМФ. Об этих событиях рассказывают исторические очерки, воспоминания ветеранов и рассказы 34 авторов из разных городов Калужской области. Напомним, за 60 лет в учебном центре ВМФ прошли подготовку свыше 700 экипажей атомных подводных лодок. Моряки, получившие знания и практические навыки в Обнинском учебном центре совершили сотни дальних походов в различные районы Мирового океана, десятки походов на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанским флотами. 47 выпускникам учебного центра присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Тысячи подводников награждены орденами и медалями за успешное выполнение задач и освоение новой техники. 60-ю годовщину создания учебный центр ВМФ встретит 3 июля. Как отметил Олег Фалеев, часть тиража праздничного выпуска журнала «Перископ» будет передана Советам ветеранов, библиотекам и школам города. В минувший понедельник сотрудники ФИИ в летнем лагере лицея «Держава» провели урок для школьников начальных классов. Воспитанию детей интереса к познанию окружающего мира, к занятию наукой – вот цели, которые преследуют сотрудники научного центра. И кто знает, не было ли среди ребят, побывавших на этом уроке, тех, от кого в недалеком будущем будет зависеть дальнейшее развитие российской атомной энергетики. Уже не первый год работает школа развития «Умное сердце». Мы работаем с разными возрастными категориями и понимаем, насколько важно именно в раннем возрасте зародить любовь к науке, к познанию окружающего мира, постоянно снижаем возрастной ценз, и сейчас мы уже работаем начиная с трех лет. Формы работы разные. Для старшеклассников мы проводим экскурсии, проводим различные тренинги, а вот для начальной школы проводим уроки в музее. Причем уроки в музее мы проводим как на своей площадке, так и совместно с молодыми учеными физико-энергетического института, совместно с Советом ветеранов, выезжаем в школы. Уже во второй раз в лице державы состоялся урок, посвященный атомной энергетике. В прошлом году ребята узнали, откуда берется энергия, а сегодня в рамках празднования 70-летия физико-энергетического института и юбилея города ребята познакомились с достижениями сотрудников ФИИ. Когда-то здесь, на берегу реки Протвы, была луж, лес и создавалась секретная лаборатория В. И в эту лабораторию со всей страны съехались лучшие ученые, съехались лучшие выпускники лучших вузов и стали они здесь заниматься наукой. В подарок ребята получили книгу, откуда берется энергия или что по ту сторону розетки. А гвоздем программы урока стали химические и физические опыты. Мы с вами сейчас как раз отсюда весь воздух откачали. И поэтому наш мёжик, что с ним произошло? Разус. Увеличился. Особенно школьникам запомнился эксперимент с Колой и Ментосом. По словам детворы, после такого опыта у них полностью пропало желание пить подобные напитки. Мы вышли на улицу. И там был Ментос и Кока-Кола. Ментос кинули в Кока-Кола и поставили такую трубку. Потом мы все отошли и открыли. И был такой фонтан. И мы увидели, что в Кока-Коле какая гадость сохранена. И поэтому мы больше не пьем Кока-Колу. Как рассказала директор школы, такое сотрудничество с представителями физико-энергетического института позволит не только разнообразить программу летнего оздоровительного лагеря, но и вызвать у школьников интерес к науке. Интерес всегда живой. Дети находят ответы на вопросы, которые для них являются некой тайной даже, поскольку не хватает элементарных знаний, правильно? Учебный план начальной школы не предусматривает, естественно, каких-то глубоких познаний в области физики, химии. Есть дисциплина окружающий мир. И вот мне кажется, отталкиваясь от окружающего мира, мы переходим в область уже действительно тех наук, которые будут востребованы в основной школе. Евгения Борода, Олег Логинов, Обнинск ТВ. Причиной многих происшествий, пополнивших криминальную хронику, стал алкоголь. Подробности, как всегда, расскажет моя коллега Дарья Человекова. На днях в дежурную часть города Обнинска поступило сообщение от мужчины, заявившего, что из багажного отделения его автомобиля неизвестные похитили два ящика спиртного, а именно коньяка. На место инцидента, произошедшего на улице Гагарина, прибыли сотрудники полиции. Ими было обнаружено, что заднее стекло машины разбито, а также имеются иные повреждения кузова автомобиля. Сам владелец внятно объяснить ситуацию не смог, так как находился в нетрезвом состоянии. В диалог вступила его супруга, которая пояснила, что не было никаких ящиков с алкоголем. Тогда откуда же взялись повреждения на иномарке? А в ходе детального осмотра машины стражи порядка обнаружили следы синей краски на кузове от соседнего припаркованного транспорта и вмятину на заборе. Факт кражи не был установлен, а вот факт дорожного происшествия был налицо. Теперь полицейским предстоит выяснить новые детали случившегося. В тот же день в одной из многоэтажек на улице Звездной был зафиксирован факт кражи. И снова виной всему алкоголь. Молодая женщина пригласила в гости друзей, а в ходе бурного застолья в какой-то момент решила немного отдохнуть и уснула. Когда дом очнулась, гостей уже и след простыл, а на звонки они не отвечали. Чуть позже домой вернулась мать гостеприимной хозяйки и обнаружила пропажу золотых украшений из сотового телефона. На данный момент сумма ущерба устанавливается и ведется розыск подозреваемых. Все чаще с приходом тепла на улицах города можно увидеть импровизированные торговые прилавки. Овощи, фрукты и даже консервированные продукты продают прямо из багажников машины. Вот только торговать без разрешения запрещено. Утром на проспекте Маркса сотрудниками полиции была пресечена очередная несанкционированная торговля. Завидев стражи порядка и телевизионную камеру, предприниматель сворачивает торговую деятельность, складывая ящики с помидорами обратно в машину. Предъявить сертификат качества и разрешение на продажу продавец так и не смог. Торговля продукции, которая не соответствует стандартам качества и реализуется в неустановленном месте, грозит наложением на нарушителей административного штрафа. На прошлой неделе в различных местах Убнинска появились своеобразные рекламные объявления о продаже запрещенных наркотических средств. Одну из надписей, рекламирующую запрещенные вещества, злоумышленники не побоялись разместить прямо в центре города. На самом видном месте у входа в торгово-развлекательный центр. Еще одна подобная надпись, которую нам удалось обнаружить, расположилась на улице Гагарина на асфальте. Выявить наркоторговцев, к сожалению, сложно, так как купля-продажа товара совершается без контакта с продавцом. А номера телефонов для связи с преступниками, как правило, левый. И выяснить, откуда поступают звонки и смс, нереально. Сложившаяся ситуация удивляет другое – неторопливость соответствующих структур, не принимающих необходимых мер для уничтожения подобных объявлений. Ведь очевидно, что чем дольше реклама будет на виду, тем больше молодежи сможет воспользоваться услугами злоумышленников. В самом разгаре купальный сезон. В городе Балабаново единственным местом для пляжного отдыха является берег реки Страдаловки. Эта река уже много лет непригодна для купания, так как в нее продолжает осуществляться сброс точных вод от жилых поселков, находящихся по соседству. Несмотря на это, водоем в районе пляжа в жаркую погоду полон купающихся и не только взрослых, но и детей. На Балабановском пляже побывала и наша съемочная группа. Казалось бы, хорошее и благоустроенное место для того, чтобы искупаться и позагорать в жаркий летний день. Вода с первого взгляда кажется довольно чистой, но, к сожалению, Страдаловка совершенно непригодна для купания. По информации специалистов, нормы наличия вредных бактерий в водоеме в сотни раз превышают допустимые. Проблемы Страдаловки начались еще много лет назад, когда экологическую обстановку реки начали нарушать сразу несколько компаний. В частности, кондитерский завод «Лоте», предприятие «Руки Рус» и «Сберстройинвест», застройщик коттеджного поселка Олимпийская деревня. Руководство компаний было привлечено к административной ответственности. Позднее ряд предприятий, после примененных к ним санкций, наладили работу по очистке и вывозу отходов. Сейчас экологию реки продолжают нарушать только канализационные стоки со стороны Олимпийской деревни, расположенные между Обнинском и городом Балабаново. То, что касаемо тех стоков, которые туда попадают, ну, с переходом, конечно, в водоканал, водоканал из частных рук, ситуация немножко изменилась, стало получше, да, но сейчас мы думаем, как вообще ее изменить полностью, то есть, чтобы переключиться на сточные воды с Олимпийской деревни, направить именно в Обнинск, на обнинские очистные сооружения. И с мэром Обнинском разговаривали, и с Владиславом Валерьевичем, с Геннадьем Саниславовичем, то есть ведем переговоры. Идея все-таки облегчить страдания реки со звучным названием есть. Но пока ее воплощение в жизнь находится на стадии переговоров между властями из-за спорной ситуации с коллектором ИАТ. Решаем этот вопрос потихонечку, конечно, он там сильно не двигается, но все равно руку как бы держим на пульсе. А в это время отдыхающих на прибрежной территории реки Страдаловка меньше не становится. Но предупреждающие таблички и цвет воды не вызывают опасений купающихся. Сколько я в Балабаново живу, 31 год, всегда здесь купаюсь, и ничего, нормально все. А где купаться еще, людям? Колька уже, сколько живу здесь, только купаемся. Ничего не было. Бог миловал, никогда ничего не было. И дети купаются, ничего? И дети купаются, у нас маленькие, чабыли, полные семьями. Много народного выходных? Очень даже много. Забит пляж битком? С грудничками приходят, все купаются, и все, Бог миловал. В лучшем случае власти все-таки поспешат позаботиться о чистом и безопасном месте отдыха для своих жителей. И река, избавившись от источников загрязнения, через несколько лет сможет самоочиститься. И купание в Страдаловке больше не будет угрожать всевозможными заболеваниями. Анастасия Вечкаева, Олег Логинов, Обнинск-ТВ, Балабанова. И это все, о чем мы, наши коллеги, хотели рассказать вам сегодня. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по телефону 39 44 33 2. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск-ТВ пять раз в неделю по будням в 19.00. Вы можете также посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании и в социальных сетях. А мы прощаемся с вами. До завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова